Привет! Это Спортмарафон, меня зовут Егор, и в этом видео я расскажу вам о главной характеристике туристического коврика показатели теплоизоляции AirValue. Подобно тому, как производители спальных мешков с помощью регламентированной методики тестирования дают четкое понимание того, на какую температуру рассчитан спальный мешок, производители туристических ковриков в 2018 году приняли стандарт, согласно которому рассчитывается коэффициент теплоизоляции AirValue. Теплоизоляция – это первое, на что нужно обратить внимание при выборе коврика, особенно если вы выбираете коврик для трехсезонного использования или для зимних походов. Рассчитывается показатель достаточно сложно. Коврик помещается между двумя металлическими пластинами. Одна из пластин с помощью электрического тока поддерживает постоянную температуру. Чем лучше теплоизоляция коврика, тем меньше энергии потребуется, чтобы сохранить температуру пластины неизменной. Соответственно, чем меньше энергии уйдет на поддержание температуры пластины, тем большее значение AirValue получит коврик. Для обывателя коэффициент AirValue не такой понятен, как, например, температура комфорта спальника, потому что коврик и спальник работают по-разному. Спальный мешок греет за счет того, что в нем утеплитель, и внутри спальника сохраняется тепло тела. Коврик же сдерживает теплообмен между телом человека и поверхностью, на которой он лежит. Ну и температуру воздуха мы можем померить, посмотреть по прогнозу погоды, ну или вообще более или менее точно определить по ощущениям. А температуру Земли мы определить, как правило, не можем. Поэтому коэффициент AirValue сложно привести к температурным показателям. Но лидеры рынка ThermoRest рекомендуют ориентироваться на следующую шкалу. Где коврики с AirValue от 1 до 2 – это летний вариант, с AirValue от 2 до 4 – трехсезонный вариант, от 4 до 6 – всесезонный вариант, и больше 6 – это совсем для суровых морозов. Иногда нужного уровня теплоизоляции можно добиться, комбинируя коврики. Например, трехсезонный надувающийся коврик можно использовать зимой, подстелив под него каремат. Он будет дополнительным теплоизолятором и тем самым увеличит AirValue. Стоит отметить, что процедура измерения теплоизоляции довольно дорогостоящая, и не все производители делают этот тест и указывают значение AirValue. Но все-таки, если вы ищете коврик для зимних походов или горного туризма с ночевками в снежно-ледовой зоне, то лучше выбрать проверенного производителя, который указывает значение AirValue в характеристиках коврика. Ну и помните, что коврик составляет 50% вашей спальной системы наравне со спальником. И подходить к выбору коврика нужно тщательно, потому что от того, как вы спите ночью и восстанавливаете свои силы, зависят удовольствие и впечатление, получаемые от путешествия. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях, мы обязательно ответим. Хороших вам путешествий и крепкого сна!